Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите программу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня, впрочем, мы затронем тему несколько более обширную. Поговорим о социальной программе, не то чтобы социальной, скажем так, о программе для предпринимателей, которые занимаются социальными проектами. И программа эта фактически охватывает не только Одинцовский район, но и всю нашу страну. Тем не менее, именно в Одинцовском районе она зародилась. Мы поговорим о федеральной акселерационной программе «Социальные инновации». Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложение, наш телефон 508-86-84. Мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы. Постараемся вместе во всем разобраться. Сегодня в наших гостях Светлана Геннадьевна Налепова, ответственная секретарь общественной палаты Одинцовского района. Светлана Геннадьевна, здравствуйте. А также Елена Викторовна Аксенова, социальный предприниматель. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Викторовна, Светлана Геннадьевна, я так понимаю, что данная программа, о которой мы поговорим сейчас, она, в общем-то, является чем-то достаточно новым для нашей страны. Не так давно она появилась. А в чем, в общем-то, идея? Почему вот именно сейчас? Наверняка необходимая в социальных предпринимательских проектах была всегда. Ну, сейчас мы находимся в то время, как никогда нужна помощь социально незащищенным слоям населения. Ну, таким официальным языком, да, скажем. То есть тем людям, у которых есть серьезные проблемы, и они сами решить их не могут. А социальные предприниматели, кроме отчисления налоговых бюджетов, да, то есть как бы двойной эффект есть. Это вот предпринимательство в виде поддержки государства в виде налогов и поддержки именно определенных социальных незащищенных слоев населения. Здесь в двух направлениях работа. Предприниматели либо какие-то сервисы предоставляют, которые существенно меняют жизнь таких людей, либо берут их в качестве работы. Это могут быть и люди с ограниченными возможностями, и молодые мамы, это могут быть и молодежь, подростки, дети, пенсионеры. Я сразу вспоминаю проект, по каким направлениям это все движется. Буквально вот в ноябре 2015 года эта программа стартовала в Одинцово. Она сейчас работает в девяти городах, но в столице, в центре нашей страны. И вот как раз в городе Одинцово мы идем примерно одинаковыми темпами. То есть мы самые первые в этом направлении. Почему? Обычно у нас, сами понимаете, как принято, что в Москве, в Санкт-Петербурге в крупных центрах начинаются какие-либо проекты. Причем вне зависимости от того, что это либо государственное или коммерческое, исключительно частное. И потом оно в случае успеха обычно разрастается дальше по стране. Почему вот на этот раз решили сперва в Одинцово попробовать, в Одинцовском районе? Ну, мы на эту программу откликнулись. Именно общественная палата очень активно и поняли, что мы это можем сделать. У нас есть опыт, у нас есть очень активная комиссия по предпринимательству при общественной палате. И согласились, очень быстро причем, координировать эту программу в районе. И когда мы уже начали набирать первый поток, сразу было ясно, что отклик огромный, больше, наверное, чем в каких-либо городах. И к нам подключились социальные предприниматели, те, кто еще, может, пока не являлся предпринимателем, со своими проектами из других городов. Это вот и московские, кто не успел на программу Москвы, и даже из города Уфы были. Там даже были целых 15 человек. Всего 52 предпринимателя приняли в отборочной сессии. Получается, что Одинцовские наши предприниматели самые активные предприниматели. Самые, наверное, социальные, я надеюсь. А скажите, в чем непосредственно работа общественника в данном случае заключалась? Вы сказали, что вы откликнулись, у вас имелся опыт и так далее. Вы вот начали работу. А в чем эта работа заключалась? Мы координируем программу в Одинцовском районе. Мы организовываем мероприятия, привлекаем экспертов, помогаем работать тем экспертам, которым уже федеральная программа дает. То есть полностью организационные вопросы решаем. То есть, другими словами, организаторам в целом самого этого проекта, всей этой программы, им необходимо было на месте найти организацию, которая могла бы взять для себя ответственность за местного уровня курирования этой программы. Да, и это очень сложно. Почему? Потому что здесь одновременно есть вроде предпринимательская составляющая и социальная, и общественная. И когда вот эти две части соединяются, то есть найти такую структуру очень сложно. И раньше никогда при общественной палате не было, это вот про прошлые созывы мы говорим, никогда не было комиссии о предпринимательстве. И если взять и прочитать досконально закон об общественных палатах, там такого направления нет. Но сейчас это рекомендация правительства Московской области, это направление координируем, и особенно социальное предпринимательство. Это то, что у нас сейчас в приоритете от президента и, соответственно, для Дома муниципалитета, от федерации до муниципалитета. И сейчас программа очень много запускается, различные фонды координируют. То есть этого не было, когда мы запускались в ноябре. Сейчас мы уже видим, что уже все вокруг крутится, вокруг этой темы, и на много и много слоев населения охватывается нашими предпринимателями. Ну давайте мы уже непосредственно с предпринимателями поговорим. Елена Викторовна, я так понимаю, что ваш проект, это проект социального благотворительного магазина, является у нас одним из финалистов как раз-таки, правильно? Да, совершенно верно. Ну, расскажите, пожалуйста, как вы вообще, собственно, пришли в эту программу, почему вам казалось это действительно интересным? Потому что программ-то, на самом деле, всегда было много, и на государственном уровне, как-никак. Хоть это и первая такая крупная, но, в общем-то, всегда и везде можно напороться на историю о том, как вот мы, давайте, приходите к нам со своими идеями, мы вам все расскажем, покажем и поспособствуем. Да, вот почему решили вот именно здесь себя попробовать? Кстати, на самом деле, наверное, это в большей степени случайность, то есть старт нашего проекта практически совпал со стартом программы федеральной. И когда меня пригласили на первую сессию, чтобы ознакомиться, чем там будет заниматься, и я поняла, что это, да, действительно то, что мне сейчас нужно. А почему? Почему? Да. Потому что там решались многие вопросы, с которыми я сталкивалась и не знала, как их решить. А какого характера? Юридического или организационного? Очень-очень-очень разноплановые вопросы. Например, мне очень трудно было отделить благотворительную часть и бизнесовую часть моего проекта. С Еленой вообще мы очень много работали и очень долго, потому что, то есть показывая, что социальное предпринимательство – это не просто благотворительность и не просто помогаешь людям, ты еще и бизнес. Ну, пусть там не на прибыли, да, но ты еще и бизнес. Это такая составляющая должна быть. Вот смотрите. Иначе ты своей целевой аудитории потом не поможешь. Да, да, да. Все социальные проекты, проекты социальных предпринимателей, они должны быть стабильны для того, чтобы вот эта социальная помощь, которую они оказывают, чтобы эта помощь оказывалась постоянно, да. То есть если есть стабильный бизнес, значит постоянно социальная помощь будет населению оказываться. Если где-то что-то в бизнесе рухнет, скажем так, то все вот этой вот помощи, которую предприниматели оказывают, ее не будет. Ну, я так понимаю, в любом случае это чудес не бывает. Любой бизнес – это в первую очередь бизнес, нацелен на коммерческую выгоду, на получение прибыли, да, будем называть вещи своими именами. То есть в данном случае, в общем-то, у нас имеется некая такая альтруистская нотка, в общем, тем не менее, в самом бизнесе, который часть своих, я так понимаю, мощностей, да, накапливаемых за счет коммерции выделяет на благотворительность, на социальные нужды населения и так далее. Правильно я понимаю? Ну, в принципе, да, только у нас история немножко другая. Мы много с 2011 года волонтерами в благотворительном фонде работали. И потом в какой-то момент поняли, что волонтерство, оно как бы происходит на безвозмездной основе. Зарабатывать деньги надо в одном месте, а волонтерством заниматься в другом месте. И вот разрываешься. И мы узнали, да, о таких проектах, как можно, занимаясь тем, что тебе нравится, еще и как бы остаться на плаву, скажем так. Как Светлана Геннадьевна сказала, я понял, что в проекте, не в проекте, я имею в виду, в данной программе, участвует довольно много проектов, опять же, самых разных городов нашей страны. Да, совершенно верно. А считаете ли вы, что имеется некий элемент обмена опытом действительно с людьми, которые в другой части страны как-то по-своему, но очень уникально делают бизнес? Обязательно, обязательно. То есть можно, то есть если человек занимается, допустим, подобным бизнесом или похожим, он может и подсказать взгляд этот с другой стороны, да? Вот мне, например, подсказали то, чего я вообще не видела в своем бизнесе, да? Например? Например. Ну, как можно использовать ветошь, кроме того, что сдавать на переработку, да? Ну, я пока не буду, а в этом можно говорить? То есть как и еще можно говорить? Понимаю вас, хорошо. А скажите, вот на сегодняшний момент, то есть мне понятна идея благотворительного магазина, а именно вот с точки зрения социальной значимости, что конкретно вы планируете делать, чтобы действительно кому-то помочь, кому-то облегчить там долю несчастливую и так далее? Значит, смотрите, самая главная цель нашего проекта – это эффективное распределение ресурсов ненужных вещей, да? То есть что-то можно продать, то, что продается, что-то можно отдать, то есть одеть тем, кто нуждается в этом. Сейчас у нас есть возможность работать с благотворительными организациями, то есть можно сказать так, мы одежду оптов благотворительной организации отдаем, ну, естественно, бесплатно, то есть большими партиями. И наша мечта – открыть в Одинцово центр бесплатной выдачи одежды нуждающимся. Это чтобы пенсионеры, многодетные, мамы, погорельцы, не дай бог никому оказаться в такой ситуации, могли прийти и выбрать себе самое необходимое совершенно бесплатно. У нас практически все возможности для этого есть, кроме помещения пока. Создается вот иногда такое впечатление, что все-таки 21 век, там, да, 2016 год, привел нас к тому, что мы, в общем, немножко в другом мире живем. Когда кто-то говорит на улице, особенно в таких, в общем-то, сытых местах, как тоже Одинцово, да, что кому-то действительно нужна помощь вплоть до одежды, причем бесплатной одежды, знаете, сразу возникает образ каких-то бараков, каких-то пустующих деревень и так далее, и просто не укладывается в голове, как это может быть. А действительно, насколько вот на сегодняшний день эта проблема актуальна, и насколько социально незащищенные слои населения действительно вот среди нас? Ну, вот смотрите, в 2015 году снизился уровень... Жизнь и население очень сильные, да, мы тоже это видим. Практически сейчас до 20 миллионов в нашей стране. И те же самые пенсионеры, получая свою пенсию небольшую, да, они из нее должны время от времени покупать там пальто, одежду, еще что-то, да. Если у них будет возможность прийти и себе бесплатно выбрать, то они на эти деньги смогут лишний раз, может быть, что-то повкуснее себе купить. Согласитесь, то есть это не то, что вот, как вы сказали там, да, то есть это, ну, человек, когда оказался в трудной ситуации, на самом деле вот мы сталкивались... Ну, то есть проблема реальна, она действительно есть, и мы не можем говорить о том, что это какая-то совершенно небольшая группа населения, правильно? Нет, это очень много. Посмотрите хотя бы просто пенсию нашу, да, даже если там сколько, не 50 процентов, и сейчас коммунальные службы, все это растет, и кругом цены растут, в том числе и на продукты. И на одежду. И на одежду, особенно на одежду. И получается, если продукты как-то защищают, да, и мы вот мониторим при общественной палате цены, и продуктовые именно вещи, это очень важно, а то на одежду это очень тяжело, и если это можно прийти и взять, это же... Да, тем более у нас разные же, там, Одинцовский район, можно сказать, самый богатый в Московской области, если я не ошибаюсь, нет? И люди у нас есть достаточно обеспеченные, некоторые себе, допустим, меняют одежду каждый сезон, да, то есть одежда не успевает износиться. Многие отдают одежду совершенно новую, допустим, размер не подошел, или подарили что-то, или человек похудел, или поправился, или дети выросли, не успели износить одежду, то есть это одежда очень хорошего качества, в хорошем состоянии. Есть ли какие-то представления у вас, да, о механизме вот контроля за тем количеством, ну, предположим, мы об одежде говорим, да, вещей и одежды, которые можно, например, выдавать непосредственно на руки, то есть мы поговорим о банальном бытовом моменте, да, чтобы не было ситуации, когда человек пришел, условно говоря, забрал все, что есть у проекта, и ушел, да, за ним стоит 99 человек, и немножко угрюмо так на него смотрят. Вот, кстати, те люди, которые первые, были первопроходцами в таких проектах, как наши, они первое время как раз такими сталкивались, да, поэтому они отработали механизм, когда человек может один раз в сезон, то есть раз в три месяца прийти и выбрать себе одежду и обувь, ну, где-то в районе 15 предметов. Это все там статистика ведет, фиксируется. Все, Ирина Викторовна, спасибо вам огромное за то, что вы поучаствовали в проекте, за то, что вы сегодня пришли к нам, поделились своим опытом. Будем надеяться, что другие социальные предприниматели, которые сейчас посмотрели на вас, на ваш опыт, проникнутся этой идеей и тоже постараются многое для наших людей, в том числе, сделать. Спасибо большое. Пожалуйста. Уважаемые телезрители, я напоминаю, наш телефон 508-86-84. Сегодня мы поговорим о социальном предпринимательстве как таковом, а также о программе социальной инновации, которую курирует наше государство. Вторая сессия данной программы проходила в городе Одинцово. Наша съемочная группа присутствовала при данном мероприятии. Я предлагаю посмотреть, как все это происходило. Практически все 9 бизнес-проектов, которые были отобраны для дальнейшей работы, ориентированы на детей. Профориентация, детское такси, танцевальная культура. Это говорит о том, что предприниматели готовы вкладывать в развитие подрастающего поколения все силы и все ресурсы. Вы знаете, все проекты ориентированы на детей. Либо на детей, либо на семьи с детьми. Потому что действительно, это потенциал. Ребята хотят работать, ребята хотят зарабатывать, ребята хотят профессионализироваться. Но мы видим, что для этого реально пока очень мало возможностей. Федеральная акселерационная программа проходит при поддержке Общественной палаты Одинцовского района. Кстати, ее члены тоже представили свои проекты. Сейчас активно ведется работа по созданию молодежного профессионального центра «Мой выбор». В течение двух лет старшеклассники будут знакомиться с разными профессиями. Сейчас их в списке 50. А также пройдут обучение по бухучету и IT-технологиям. Суть состоит в том, что очень многие школьники, которые сейчас уже и 14, 15 и 16 лет, не имеют возможности увидеть изнутри возможность профессию, и чтобы определиться с выбором профессии. Поэтому у нас будет возможность для них определиться с этой профессией и попробовать из себя в различных профессиях, познакомиться с ними изнутри. Перевозка детей без сопровождения родителей стала темой одного из бизнес-проектов. Детское такси предложил открыть житель лесного городка. Если кто-то из детей заболел, а второму нужно поехать в учреждение дошкольное, соответственно, они могли довериться именно нам, позвонить, и мы, возможно, даже с няней приедем, если это ребенок маленький, забираем ребенка, отвозим до дошкольного учреждения и делаем обратную связь. То есть полностью расположение родителей к нам, для того, чтобы он не отвлекался, для него это было экономически выгодно, в плане, да, недорого это все сделать, соответственно, чтобы так же ребенок развивался, да, то есть он так же поехал, не остался дома, грубо говоря, за то, что там мама не смогла его отвезти. Соответственно, мы взяли его и отвезли. Каждый проект был детально разобран менторами и трекерами. Предпринимателям показывали слабые стороны их бизнес-модели и делали акцент на сильные, указывая, что конкретно требуют дополнительной проработки. В течение пяти месяцев социальные предприниматели будут работать над своими проектами, чтобы сделать их инвестиционно привлекательными и запустить в бизнес. Что же, вот так все это проходило несколько месяцев назад, с тех пор многое изменилось, какие-то проекты уже выбыли, какие-то дошли до финала и более того, выиграли, получили определенные денежные суммы. Мы сейчас поговорим о том, как все это проходило и через что нужно было пройти с социальным предпринимателем, чтобы получить это звание действительно хорошего, годного социального проекта. В нашей студии Игорь Николаевич Лащев. Здравствуйте. Лащев. Лащев. Игорь Николаевич также у нас социальный предприниматель, финалист и победитель данной программы. Игорь Николаевич, ну в двух словах расскажите о своем проекте и через что вам все-таки самому пришлось пройти. У нас очень интересный проект. Это кухни для малогабаритных квартир, которые мы хотим внедрить через застройщиков на Одинцовской земле и также для всех квартир, которые являются небольшими по размерам. Так, а социальная значимость? Социальная значимость – это предоставление рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Непосредственно на производстве данных малогабаритных квартир. Это конвейерная работа, на которой могут присутствовать работать люди, достаточно несложная и, можно сказать, однообразная. То есть в данном случае мы пока не говорим о предоставлении места, так по-моему, в административном каком-то пункте. Именно речь идет о конвейерной работе на месте? Ну, нет. С развитием мы предполагаем, что это будет и, возможно, дизайнеры у нас будут работать в этом направлении и развиваться. Может быть, люди, которые будут участвовать в конвейерной работе, они могут какие-то свои идеи приносить в конкретное общее дело. И очень может быть, что проект приобретет несколько другое лицо. А какие люди это должны быть? Это с сохранением интеллекта? То есть что они будут делать? Деревянные конструкции какие-то маленькие, да, или что? Там колясочники могут участвовать в вашем проекте? Пока, к сожалению, та территория, на которой мы работаем, не предусматривает нахождение колясочников. Но с развитием этого проекта, и больше, чем уверен, мы наверняка к этому придем. А какие вообще, можете вы назвать, преграды действительно данной идеи? Ведь, насколько я понимаю, разный тип ограниченности по возможностям здоровья предполагает совершенно разные условия труда. Слабослышащие – это один тип, слабовидящие – совершенно другой, с проблемами, с конечностями, совершенно третий, серьезно отличающийся. На сегодняшний день мы можем и в дальнейшем треть нашей бригады, которая будет трудиться над этим проектом, можем треть людей использовать там вот с людьми с ограниченными возможностями. Для этого тут совершенно очень разный, может быть, подход, как вы сказали. То есть это может быть какое-то легкое увечие у человека. Ну, предположим, там на руке не хватает одного или двух пальцев, совершенно это не сложно для работы какой-то определенной. Если этот человек там ограничен в движениях какой-то там части тела, то для него будет другая работа. То есть здесь совершенно очень большой спектр работ, которые мы, возможно, можем предоставить. Вы озвучили, что треть персонала, именно работающего, условно, скажем, на ленте этой конвертной, вы готовы выделить под людей с ограниченными возможностями. Треть – это сколько, вот в числовом выражении? Ну, из 20 – это 7. Из 20 человек, да? И в дальнейшем, соответственно, при расширении производства, по крайней мере, сейчас планируется сохранить эту, скажем, квоту, да, треть. Надежно, железно, это за людьми с ограниченными возможностями здоровья. А образование какое-то должно быть у этих людей? Мы сейчас сотрудничаем, и у нас есть договоренность с колледжем, образовательным колледжем техническим Москвы, одним из. Там есть целый факультет, на котором учат людей именно с ограниченными возможностями, определенным профессиям. И так как этот колледж предоставляет трудоустройство, то в данном случае мы интересны им как именно работодатели. А мы, соответственно, получаем грамотного, квалифицированного работника. Если будет возможность у человека со стороны не ученика данного колледжа действительно к вам прийти и попытаться, да, попытаться. Не остея профим. Я думаю, что эта кузница кадров просто будет расти чем дальше, чем будет. То есть это не исключительно договор с конкретным вузом, это политика, я так понимаю, в целом предприятия. Да. Игорь Николаевич, расскажите, пожалуйста, как в целом проходил для вас этот конкурс? С какими вот сложностями вы столкнулись, когда шли к финалу? Ну, это достаточно интересный опыт, потому что у нас есть по соседству образовательный такой центр, вы наверняка его тоже прекрасно знаете, это Сколково, там кузница кадров, ума, скорее, и где очень много педагогов преподают взгляды, с которыми мы встречаемся, с какой-то ситуацией каждый день, не обращая на них внимания, с другой стороны, посмотреть на этот бизнес, на свой или на какие-то идеи и так далее. Вот здесь мы получили точно такое же обучение, только не там, а здесь, в родном городе. И благодаря Общественной палате, в которой у нас Светлана Геданин ущественно работает и трудится, очень нам в этом помогла. А приходилось ли, я так понимаю, как-то вот именно защищать лично, лицом к лицу с комиссии, да, свои проекты? Или вы просто их отправили, условно говоря, и они там раз в два месяца приходили ответки, что вы такой-то этап прошли, такой-то нет? Мы каждый раз ездили, постоянно ездили, общались, представляли проекты. Первая сессия, конечно, это мы все, никто в бизнесе никогда не учился, это сейчас вот поколение бизнесменов, это всего лишь несколько лет. Так, до этого все закончили школу, учились в институте, и к бизнесу пришли либо сами по себе, либо после каких-то изменений в жизни, предположим так. Вот, а здесь нам преподали некий урок, как это должно было правильно звучать, к чему надо было стремиться, к чему учиться и так далее. Вот мы получили в первой сессии незаменимый урок, что мы пришли как первоклассники, не понимая, что от нас хотят и что мы должны говорить. А теперь уже, пройдя через пять месяцев, мы уже, можно сказать, настоящие бизнесмены. А за пять месяцев, я так понимаю, вы видели множество проектов, самых разных. Есть ли вот какой-то опыт, примененный в других проектах, даже тех, которые не обязательно прошли там какие-то этапы, которые вот вы сказали бы, что вы бы могли его применить или как-то вот адаптировать к тому, чем вы собираетесь заниматься? Да, были такие проекты очень интересные, и было интересно даже, и мы на последней сессии пообщались с некоторыми участниками, конкурсантами, и предложили, в принципе, свою помощь и дальнейшее сотрудничество. И достаточно далеко идущие наши планы оказались не грезами, а на вполне нормальном шивании. На самом деле, а что еще позволяет программа, это такое некое объединение, да, внутри района, когда предприниматели себя очень хорошо знают. У них у всех есть такая вот внутренняя жилка, что ли, внести социальные изменения, не просто зарабатывать, да, а внести социальные изменения. Это объединяет, и отношения уже строятся дальше на партнерстве. Это такой толчок развития территории, именно Одинцовского района. Уже сказали, что ребята у нас победители, да, что Елена, что Игорь с Ольгой Ращевы, семья у нас. То есть дело семейное. Да, дело у нас семейное. И шесть проектов дошли до финальной сессии. Из 52, если я скажу, есть. Да, да, да. То есть достаточно сурово. Шесть проектов. Из Москвы три проекта дошли, поэтому на заключенной сессии у нас было объединение групп, и так называемые заинтересованные лица и инвесторы смотрели вот эти вот проекты и были удивлены количеством проектов с нашего родного города Одинцова. Сейчас мы ведем набор на следующий поток. И вот буквально сегодня размещали анонсы, информацию об этом. И можно еще зарегистрироваться в программе. Это можно на ресурсах общественной палаты найти, где можно зарегистрироваться. И вот уже мы набираем сейчас уже 15 человек. Мы уже понимаем, сколько это нужно, просто уже на этапе отбора будем заявок идти, и пять у нас уже есть. То есть, я так понимаю, кроме надежды на достаточно такой внушительный финансовый, да, буст на начало, собственно, дела, на победители данной программы также могут надеяться и на привлечение сторонних инвесторов, партнеров. Заинтересованных лиц. И они просто между собой объединяются, что очень важно. И я думаю, будет объединяться уже с теми, кто прошел программу, потому что потом будем делиться, будем рассказывать об успехах и будем следить за успехами наших предпринимателей и максимально помогать у нас в районе. Скажите, вот из этих 52 проектов, какая часть является действующими предприятиями, которые сегодня вот работают на территории Одинцовского района? Ну вот, среди Одинцовских, да, наверное, 80% все действующие предприниматели. И те проекты, которые они предоставляли в программе, это ответвление именно в социальное предпринимательство, такую социальную ответственность, что ли, от основного бизнеса. Есть, то есть ребята шли с проектами для того, чтобы сделать социальным свой бизнес, да, но многие пришли, и у них совершенно новые проекты, которые от бизнеса, от своего основного, не имеют ничего общего. Вот даже до такого, даже до такой степени. У нас там аудиторская компания, получается, центр профориентации. Понятно. Скажите, вот после вот этих пяти месяцев, после опыта, да, я думаю, достаточно полезного для общественной палаты, как для одного из кураторов на месте данной программы, а вот что бы вы немножко изменили сейчас уже при работе со второй группой? Что бы адаптировали, что бы оптимизировали? — На самом деле, Игорь правильно сказал, что вот то поколение сейчас предпринимателей, да, их не учили предпринимательству, и, к сожалению или к счастью, я не знаю, программа заодно полезна будет, предприниматели, самое главное, не умеют рассказывать о своем проекте, не умеют правильно презентовать. — То есть вопрос публичного выступления. — Да, просто презентовать вот этот момент. И мы уже включили, мы поняли это уже на самых последних моментах, и у нас очень много времени это ушло. Сейчас мы будем делать это с самого начала. — Ну что же, Светлана Геннадьевна, Игорь Николаевич, огромное вам спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Будем пристально следить за тем, как данная программа будет дальше себя показывать, и какие подобные программы государство будет в дальнейшем запускать. Спасибо. — Спасибо. — Уважаемые телезрители, сегодня мы говорили с вами о социальном предпринимательстве, о том, какую поддержку оказывает государство социальным предпринимателям в нашей стране, и конкретно в нашем Одинцовском районе. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните в течение недели. Кроме того, вы можете оставить какой-либо вопрос на официальном сайте общественной палаты Одинцовского района, воспользовавшись формой обратной связи, или написав электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. До встречи и увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин